Привет, привет. Как у тебя дела? Как здоровье? Слава Богу, все хорошо. Знаешь, это отлично, потому что сейчас вообще непонятная ситуация в мире с этим коронавирусом, с этой пандемией. Знаешь, в столице тысячи москвичей остались без работы, причем насколько это затянется неизвестно, конечно, будем надеяться на хорошее. Историю одну расскажу тебе. Наш клиент вынужденно обратился к нам из-за этого, всего из-за этой ситуации. Бармен Никита остался без работы и без девушки. Ты знаешь, рассказал свою историю очень интересную, как все начиналось. Приехал покорять столицу, в общем, искал работу, сначала на доставку плиты подрабатывал, снял комнату с пацанами за МКАДом, воодушевленный, окрыленный, готов был много работать, чтобы что-то поменять в своей жизни и найти уже работу получше. Ну, выпал шанс. В одном кафе он познакомился с бариста и однажды тот набрал ему и сказал, что имеется вакансия бармена, готовый обучить и предложил место. В общем, был старательным наш Никита учеником, учился с удовольствием и за два года, в принципе, сделал неплохую карьеру. Позвали его в один модный дорогой ресторан работать, там уже, конечно, и деньги другие были, и гости щедрые, чаевые, как ты понимаешь, да, оставляли, да и платили каждую смену. В общем, удалось что-то скопить. Ну, все было хорошо в работе и в личной жизни наладилось. Познакомился он там с девушкой, нужно было что-то менять. Сняли уже поближе к работе квартирку, студию, да, новостройки, которые, конечно, нужно было обустроить, купить мебель, ремонт сделать. Ну, сбережений все равно не хватило, поэтому Никита взял несколько кредитов пришлось, да. И, конечно же, жили-поживали, добра наживали, в отпуск летали, все это в рассрочку, опять же, займы. Ну, справлялись, все было хорошо, пока вот, ты знаешь, в апреле двадцатого года не объявили карантин, в этой ужасной ситуации всей. И Никита сначала пошел в отпуск за свой счет, а потом вовсе бар закрылся. И уже такая ситуация сложилась, что просрочки начались по кредитам, он, конечно же, знаешь, искал подработки, но в этой сфере закрылось все, поэтому вернулся на доставку еды хоть как-то, чтобы справляться с платежами, но денег вообще не хватало. Тут еще девушку забрали родители, да, подальше от Москвы, обратно в провинцию, видеться они не могли. Квартиру, конечно, он не потянул уже, пришлось обратно съезжать куда-то, да, до замка, далеко, ну, чтобы подешевле, чтобы как-то хоть на плаву держаться. Хорошо, что, ты знаешь, закон о банкротстве он работает, и мы можем помочь таким людям, которые попали в сложную ситуацию. Вот, Никита обратился к нам, сейчас уже договорчик заключил на банкротство, и мы, конечно, уже занимаемся списанием его долгов. И хорошо, что этот закон он работает, и мы можем все-таки хоть чем-то помочь в этой страшной ситуации людям, которые оказались в таком положении. Субтитры сделал DimaTorzok